И всем привет, это реакция на Хеман, канал Хеман. Какую верёвку обрезал бы ты, чтобы выжить? Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть новые ролики. Всем желаю удачи, у меня скоро будет день рождения, будет стрим на этот день рождения, так что подписывайтесь. Передо мной встал враг под названием Диана Китс Шоу. Это детский канал, который набирает огромное количество подписчиков за сутки. И тем самым становится топ-1 русского ютюб. Я хочу, чтобы не детский контент правил, а хотя бы подростковый. Поэтому мне... Ну да, большие приоритеты. Нужна армия подписчиков. И если ты до сих пор не нажал эту красную кнопку подписаться, то обязательно жмякай её. И тем самым ты вступишь в мою армию. А взамен, ровно через 4 дня, я дам тебе шанс поучаствовать в моей любимой и замечательной рубрике Подписчики управляют моим днём. Это рубрика, в которой ты сможешь попросить у меня всё, что угодно. От PlayStation 4 Pro, iPad Air, JBL и до носочка. Я не вправе буду отказать в твоём желании. Главное, чтобы ты нажал эту красную кнопку подписаться. А тебе же я говорю приятного просмотра. Привет, я Андрей. И сегодня мы будем падать. Каждый из участников будет подвязан на этой штуке. А каждый неправильный ответ от участника будет эту штуку развязывать. А чтобы нам было интереснее падать, вот на эту плёнку мы будем ссувать всякие гадости. Ну и чтобы ребятам было интереснее играть в эту игру, под одной из цифр будет спрятана купюра. Например, я называю цифру 3 и я получаю соточку. После каждого этапа сумма купюры увеличивается. А гадости становятся всё противнее. Ребята, вы наверное не в курсе, но всё, что будет в сегодняшнем видео, будет смешиваться в этой бочке. А прыгать же в эту бочку будет тот, кто меньше всего наберёт баллов. Баллы же получает участник за правильный ответ. Если ты не падаешь, тебе засчитывается балл. А, понял. А если ты падаешь, тебе не засчитывается балл. Очерёдность прохождения челленджа. Прикольный челлендж, прикольная игра, мне нравится, смотрим дальше. Будут решать спички. Кто вытянет самую короткую, начнёт первый. Тяните. Так, по одному, по одному. О, я, я последний. Так, Ангелина. Эм, я... Ты... Первая. Именно так. Подвязываем Ангелину и гадим пол жалейками. Да, давай. Вот бы и не сдохнуть. Мне жопу притянуло. Держишься, лети. Ангелина, ты жива? Первый раунд. Это достаточно весомая сумма, поэтому я хочу её спрятать под цифрой. Скажи, скажи, какого? Четыре. Да. Четыре. Ну что, Ангелина? А? Мы слушаем твою версию, почему ты не должна падать и какую цифру ты хочешь назвать. Я хочу упасть под желешки вкусные. Ты понимаешь, если ты упадёшь, то ты не заработаешь баллов. И не заработаешь сотки даже. Блин. Сто рублей. Почему я не должна упасть? Да, почему ты не должна упасть и какую цифру ты хочешь выбрать? Сейчас, подожди, я подумаю. Три. Три. Цифра три, ты точно уверена? Что цифра три? Да, я хочу цифру три. Ну окей. Вильям. Тянуть? Да. Молодец. Ура. Ты справилась этой задачей. Но при этом ты не получаешь. Ничего, не сотки. Лайк поставил, так, поделюсь с друзьями, пусть друзья тоже смотрят. Не падение в железо. Ну один балл получаешь. Ох. Как в первый раз. Великолепный костюмчик, а нормально, едят мне? Вот с лету говорю цифру три, она будет выигрышная и даст мне бабло. Вильям, давай-ка на двойке опять. На двойке опять? Да, да. Будет идеально, если двойка, потому что я тройку назову. Я доверяю Вильяму, он мой самый лучший друг. Веревку мы привяжем вот под этим номером, а деньги 100 рублей, 100. Баснословная сумма просто, мы спрячем ее. Великолепно, спасибо, что положил под тройку. Тройка мое самое любимое число. И поэтому тройка, тройка, я не изменяю тройке, я постоянно буду тройку выбирать. Я не хочу быть липким, поэтому я назову 100% цифру три, потому что она будет самой крутой. Ребята, вы готовы там все? Да, 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 да. А соточку положили? Да, есть, все заряжено уже. Ради соточки я выбираю цифру один. Ты уверен? Да. Я поздравляю, ты выиграл падение в желе. Честно говоря, после слов, я выиграл, я уже ожидал, что в моем кармане будет 100 рублей. Ну, такого не было, а я остался липким. Нормально? Нормально. Блин, оно все в желе, я еще не играл, а уже испачкался. Это золотая соточка, ее не может добиться даже я. Ну что? Ты хочешь ему вообще отдавать эту сотку? Нет. Я хочу ее забрать, положи ее везде. Ну, я предлагаю ее положить вот сюда. Мне кажется, это самое клевое место для соточки. Да. А, насчет веревки, мне кажется, какая-какая тебе кажется, будет лучше всего? Вот эта цифра золотая. О! Блин, мне стремно, вдруг я сотку не выиграю? Оп! Вильям, Вильямуша, ты самый отстойный друг, вот. Почему? Потому что ты урод. И ты нагло не понял мой намек, чтобы ты поставил эту чертову веревку на тройку. Так, окей, на какой цифре веревка сейчас? Двойка. На двойке? Да, двойка. Точно? Да. А сотка на третий? На сотка на третий, да? Да. Я понял. Давай два! Ну, смотри, ты выбрал цифру два. Ты не выбрал один. Не, я не выбрал один, я выбрал два. Ты не выбрал один. Ты не выбрал три. Ты выбрал два. Да, я хочу двойку. Ну и так как ты хочешь двойку, мы будем тянуть двойку. Да, Ангелина? Да, да. Да, без спорта, мы тянем двойку. Готов? Нет. Да, давай. Я думал, я выиграю сот. Он ему сказал, что он на тройке, а он все равно двойку. Оно не сразу сработало? Я такой, типа, ты что-то делал? Он такой, о, остался на месте. А потом упал. Ангелина, а ты давай прячь улыбку, ведь у нас идет следующий ингредиент. И следующая ты. Стой. Ну, пойдем. Ангелина, залазино. Давай, наяревай их. Вообще-то сюда аппетитно упасть. О, валя. Ну да, взбитые сливки, чем бы нет. Тоже сразу вся в сливку дает. Ударивай. Вильям, вот если бы ты был Ангелиной, вот какую цифру ты бы выбрал? Так, в прошлый раз я выбрал вот двойку. Да. Но ты был Вильямом. Да, а если Ангелиной, то... Ага. А где? Окей. Ну, я думаю, это прекрасная цифра. И стоит именно на нее привязать Ангелину, чтобы она упала, как рубль. Да. А рубль же мы положим по цифру. Так, окей, понял. Тогда вот сюда кладу 100 рублей с этой стороны. Ангелин, за косарь я тебе солью всю инфу. Вильям очень плохой, он не сольет, но за косарь я тебе продам информацию о том, где подвязана твоя веревочка. Ну, давай. Косарь. Займи тысячу. Не займу. И я не занимаюсь. Вильям, займи тысячу. А ты мне что? Когда ты будешь висеть, я солью тебе информацию за тысячу твою. У меня нет с собой ничего. У меня есть желе. Тебе надо желе? Время вышло. Хватит тянуть резину. Говори цифру. Ангелина, просто скажи цифру. Какой номер выбираешь? Два. Два? Да. Цифра два. Поздравляю, ты выиграла опять один балл и не упала. Но при этом опять ничего не получила. Так ее никто и не забрал. Блин. О, моя очередь. Надеюсь, надеюсь, я буду такой же везучий, как и Ангелину. Ангелине просто везет. Ангелине везет, а мне нет чего-то. Почему-то и зачем? Зачем я прыгаю в эту гадость вообще? В этот раз я должен схватить соточку и не упасть лицом в грязь. Я готов? Вот сюда, с этой стороны крепить? Да, сюда, сюда. Окей. О, так, цепляем. Вот эти вот 100 рублей, которые еще до сих пор никто не забрал. Которые скоро будут у меня. Андрей, куда положить? Давай, пожалуйста, туда, где нет веревки. Туда, где нет веревки? Да. Так, ну мы готовы, а ты? Я, я кручусь тут как юла. А какую цифру ты выберешь? Я думаю, да, меня никогда не подводила двойка, по идее. Точно, двойку? Да. Ты уверен? Да. 100%. 100%. Окей, два. Да, блин. А тут приятно пахнет. Ребят, кто хочет со мной полежать? Что? Кто хочет со мной полежать? Тут приятно опасно. Не мы. Да нет, тут нам и так нормально. Фух. Ты так и не забрал сотку. Жалко, очень жалко. Ты даже балла не заработал. Вильям, я только... А какой мне смысл играть, если она уже засрана в связи? Ладно, ну ты можешь помыть, можешь, если тебе не впадло. Ну, она тебе впадло, ясно, да. Будешь вот таким же красивым, как я, брат. Блин, просто поносаешь, иже подо мной. Ну вот лично ты что выбираешь? Лично я. Я понял тебя. А я не понял. Три, три. Однозначно три. Нормально? Нормально? Нормально. Скоро ты слезешь. Но я надеюсь, с деньгами. Фиг тебе. Вильям, мы все болеем за тебя. Мы надеемся, что ты нас сделаешь правильную цифру. Вы там деньги, ну, положили? А что касается насчет денег, мне кажется, стоит вложить в прекрасную цифру. Чтобы они... Чтобы купюра потом увеличила свои доходы. Я не знаю, что я несу, я просто кладу ее вот сюда. Ну вот, смотри. У тебя есть три. Аж три варианта. И абсолютно любой может оказаться тем самым, который опустит тебя вниз. Резко. Мне сейчас выбрать, да? Да, выбрать. Выбор, это самое главное. Какой ты предложишь вот цифру? Ну, я тебе доверяю. Знаешь, вот жизнь тебя ничему не учит. Доверять людям, это не совсем правильно, когда тело твое вот-вот должно коснуться вот этого тюрьма. То есть ты доверяешь мне твое тело. Я тебе скажу, нет, я не буду говорить вот принципа, я не буду говорить цифру. Ты хочешь обваляться в сливках? Не, не хочу. Ну тогда выбирай двойку. Двойку? Да, выбирай двойку. Я хочу один. Ты хочешь получить сотку или обваляться в сливках? Я хочу получить сотку. Как мне это сделать? Выбрать два. Давай два. Итол, он в нем выбирает двойку. А двойка у нас с прекрасной распрекрасной соточкой, наверное. Или ведущей немного. Собрал! Сотка была под единицей, да? Нет, она была под трек. Ну, братанчик, ты ничего не заработал бы, даже если бы выбрал единиц. Нет, так-то прикольно. А что я тебе вначале говорил? Не доверяй людям. Все, я больше не буду тебе доверять. С числами. С гордостью, красиво. Ну что ж, мы думаем, что давно не было цифры. Какой? Именно, да, ее. Натягиваем и перевязываем. Я думаю, она знает, что сотка находится под тройку, поэтому ее обязательно надо поменять. Так, окей. Не-не-не-не-не-не-не. Давай не под это вот. Под это. А, ну да. Ангелина, Ангелина, как ты думаешь, Вильям плохой или хороший? Вильям? Да. Честно, в твоих роликах последних. Мы знаем, как важен для вас дом. Здесь вы влюбляетесь, вспоминаете, ждете. Поэтому уже 25 лет... Ну, ну... Немного подло себя ведет, но мы прощаем ему это. Ты мне скажи, сможешь ли ты довериться Вильяму? Да. Смотри, тогда ты сейчас говоришь, Вильям, я тебе доверяю, и ты не будешь дергать веревку. Вильям, я тебе доверяю, и ты не будешь дергать веревку. Ну, ладно, окей. А тем временем, Вильям показывает себя настоящего. Соврет ли Вильям или не соврет, зависит от того, насколько дорога ему Ангелина. Ангелина доверилась выбрать цифру Вильяму, когда Вильям знает, какая цифра правильная, а какая нет. То есть выбираю я? Да. Ты. Так, от одного до трех. Да, ну смотри. И при этом ты можешь не уронить Ангелину, а также дать ей сотку. Я могу делать ее выигравшей в этом раунде? Да. Тогда я выбираю для Ангелины цифру... Два. Ой, один. Перепутал. Ипсики. А по цифре один не было ни рубля, там была только веревка. Ангелина, вставай, давай, и я следующий. Сейчас он меня подвязан. Так, ну что, какую цифру выберем? Говори ты. Я? Ну, а что не говорить это? А, ну, а мы это, типа, на азбуке Морзе. Я понял, я просто ни стука не слышал. Так, а сотку, вот эти вот грязные деньги, я думаю, стоит по клад... с этим. Двойку. Ну да, давай на двойку. На двойку, да, давай? Да, на двойку. А деньги, наверное, спрячем... Под тройку? Да, под тройку. Пожалуй, в этот раз буду тянуть я веревочку. Как ты на это смотришь? Ну ладно, давай. Ангелина, выбирай цифру под номером. Один. Один. Ты выбираешь вот эту цифру? Да. На счет три. Раз, два, три. Поздравляем. Один балл полноценный. Ура! Мне кажется, что в этот раз Андрея стоит прицепить под... Цифрой три? Ну, под эту цифру. Блин, и вновь я жертва. Как же я не люблю быть жертвой. Ребят, давайте сразу тройку и все. Тройку, да? Тройку. Окей. Ну, что я могу тебе сказать? Поздравляю, ты не упадешь в эту жижу. Но при этом ты не выиграл сотку. Давай единицу тогда. Единицу? Да, давай единицу тогда. Так, в смысле, ты... Это второй мой выстрел. То есть единица тоже без сотки. Да, она без сотки. Давай двойку. Не, 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 все, две попытки только. А я заработал балл или нет? Нет. Ну, ты поменял потом свое решение, вот. Поэтому сначала ты заработал балл, а потом ты от него отказался. Я, знаете, я уже не хочу сотку. Я хочу хотя бы не упасть вот сюда, в эту жижу. Потому что очень холодно. Ну что, вы там выбрали цифру? Сейчас, сейчас будет все. Сейчас только мы немножечко тут подколлектируем дизайн. То есть ты не против, что я выберу вот эту цифру? Да, без проблем. Вильям. Да, да, да. Как же тебе не хочется туда упасть? Не хочется туда упасть. А хочется положить себе в карман соточку. Да, я как бы не, хотя бы просто не упал. Хотя бы просто не падать духом, да? А почему я стал на уровень ниже? Ну, потому что случайная неисправность. Все нормально, Вильям. Давай один. Один, ты выбираешь один. Да, хотелось бы один. Ну, смотри. Я не хочу в яйца. Честно говоря, мне очень жалко Вильяма, и я его хочу пощадить. Так что происходит? Почему я не падаю? Итого ты выбрал единицу. Ну да, типа, типа да. Так а что, в чем прикол? Ну что, тянем, да? Поздравляем, ты выбил сотку. Да ну! Да, ты выбил 100 рублей, 100 российских рублей. Давай сюда. Спасибо. Можно я тебе руку пожать? Спасибо за соточку. Ты хорошо держался на этом тросе? Да, мне давит в ляжке. Это же давай первая соточка, да? Первая соточка, можно опустить, давит. Давай поговорим сначала. Что ты чувствуешь, получив первую соточку? А я чувствую отсутствие поступления кислорода в мой организм, потому что веревки перетянули мне легкие. Ну, приятно, да, сотку, конечно, получить. Можно мне немного, ну, как бы, по чуть-чуть опустить? Потрачу ее на новые носки. Наступил второй этап. Сейчас пойдут миксы, а цена за правильную цифру будет 1000 рублей плюс балл. Мы не с аналасами. Это такая жесть. Жесть. Можно мне дать выбор тебе? А может, ты в этот раз? Я уже выбирал. Ты выбирал? Ладно, так уж и быть. Я выбираю его. И пусть это останется на совести Вильяма. Снова на совести Вильяма? У Вильяма нет. Ты не доверяешь мне? Нет. Ну, так как это уже второй этап, мы прячем 1000 рублей. Давайте, я завязываю. Вильяма нету совести. Ну что, поехали? Вот каково ощущение упасть в ананас с майонезом? Китченезно-ананасное. Ты хочешь это? Нет, нет. Я хочу 1000 рублей. Либо балл, да? Да, ну, да. Я предлагаю тебе вот что. Ты сейчас падаешь в этот майонез, а я тебе после съемок даю 1000 рублей. Нет. Тогда говори цифру. Один. Цифра один. О, господи, Ангелина, ты прям белоснежка. Белоснежка. О, боже мой. Ай, как же холодно. Натягиваем. Ангелина, куда цеплять? Под какую цифру? Сюда. Сюда? Да. Мы цепляем тебя под единицу. Вот когда ты говоришь цифры, это меня больше смущает, если бы ты вообще не говорил. Ну, ты можешь мне и не доверять. Да я и не тебе сообщаю, я с Ангелиной решаю, куда тебя цеплять. Ну, ты делаешь это максимально так, чтобы я услышал. Да нет, это чистая случайность. Я как спайдермен вешу на этой чертовой веревке и жду, пока вы скажете подсказку. Мы еще деньги не спрятали. Давайте прячься деньги. Так, косарь, я думаю, спрятать можно... Так, вот, по троечку. Вроде нормально. Так, давай, давай я выберу тебе цифру. Нет. Нет? Почему? Я однозначно хочу сделать выбор сам. Пользуй денег. Пользуй денег. Да, доверься мне, пожалуйста. Ну, типа, я же... Я хоть раз тебе подводил. Знаешь, я могу довериться тебе только в том, чтобы ты подсказал, какие варианты ответов есть. Ну, короче, есть, смотри. Тут много вообще вариантов. Вот, например, прекрасная цифра 1. Тройка, ну, так себе. Давай тогда 2, давай 2, 2, да. 2? Да. Ты уверен, что ты хочешь двойку? Да, я уверен, что я хочу двойку. Ты хочешь майонез? Да. Так, ладно. О, Ангелин, давай ты. Давай. Двойку, окончательно. Да. Косарь! Косарь! Есть! Есть, мой родненький, есть. Можно я помыть эту штуку? Потому что у меня такое ощущение, что я уже проиграл. А знаешь, я хочу упасть. А ради чего? Ради ананасов. Ради ананасов Вилем готов на все. Если я выиграю косарь, я пойду куплю ананас. Я готов к этому раунду. Давай-ка прицепим тебя. Прикол в том, что я даже, я не знаю очередность цифр. И когда я буду называть цифру, я даже не буду представлять, где этот канат. По идее, я сейчас могу посмотреть, куда идет канат направления, но при этом я не знаю цифру. Слушай, а можно это? В следующий раз мы будем падать в деньги. Хочу в миллион упасть, как с кружмакдак. Мы же тем временем спрячем одну тысячу, потому что мы ее ранее не прятали. Одна тысяча, хорошо будет? Тысяча, да, нормально. А какая цифра для тебя ненормальная? Ненормальная? В смысле, в деньгах или... Та цифра, которую ты бы не назвал, как правильный ответ. Ой, я бы не назвал, вот честно, вот прям кладу руку на сердце, никогда бы не сказал 4. 4, ладно. А еще, а если считать от одного до трех, какую цифру бы ты не назвал? Не назвал, ну давай будем так отсыпать, как бы. Давай отрезаем сразу единицу, вот. Ну, как-то слишком мало, скромно. Вот, не хочу один. Ну, и остается два выбора, либо три, либо два. 50 на 50, да? Да, 50 на 50. Так, ну давай, может быть, двойку? Двойку? Ну да, это как бы, не туда, не сюда. И твой окончательный ответ? Один. Это видео оказалось очень большим по хронометражу, и поэтому я решил разделить его на две части. Подписывайся на канал, чтобы увидеть вторую часть, если тебе зашло это видео. Короче, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на Хьюма на канал. И всем до скорых встреч, до новых видео, всем пока.